Мы в расположении подразделения войсковой части 47-280. Обойдём вокруг здания Чайной, которая от меня сейчас, от нас, справа. Это казарма, которая пятая по счёту, рядом с Чайной. Хода сюда нет. Мы были не так давно во всех помещениях. Вон шестое здание казармы, которая крайне в общем ряду. А это вот как раз и есть Чайная, в которой мы обойдём здание. Попытаемся обойти вот с этого места. Четвёртое февраля 2023 года. Очень хорошая солнечная погода. Один градус тепла. Ночью был небольшой мороз. И дождь был часов до 11 вечера. Весь день был дождь. Да, в эту сторону, с левой стороны, будет здание столовой. Скоро подальше. А вот здесь деревья ещё сохранились. Вот здесь, в эту сторону, курилки. Одна здесь была напротив этого подъезда. Там вторая. По-моему, остались даже останки скамеек. Пепельница. По центру. Да, времени 11 часов. Начало 12. Обойдём это здание, которое чайное. Удивительная погода. Наверное, неделю вообще не было признаков, что тут солнце бывает. Дождей, снег с дождём. Сегодня вот солнечное. Чем мы воспользуемся? Тут забор. Мы его преодолеем. И пойдём. Вокруг. Преодолели. Да. Здание, которое шестое. Вовнутрь не пойдём. Там ничего не изменилось. А вот здесь можно пройти. Кое-что увидеть. Что в летний период невозможно увидеть. Прошли мы велосипед. Вот здесь вход-выход. Как-то неуверенно поясняли участники группы, подписчики канала, что здесь было. Вот здесь королечко. И вход-выход. Ну, при желании можно даже здесь зайти. Тут как-то вдоль стеночки, вдоль стеночки, потихонечку и туда зайти. Это как раз вот на углу здания, которое по счёту пятое. Вот там мы начинали видео. Видно, как крыша латалась менталлическим каким-то профнастилом, или как, что называется. Да, и пошли потихонечку вдоль здания. И вот тут мы бы уже видели курилку, которая... Сейчас мы посмотрим. Да, вон там видно, прямо видны останки скамеек. Деревья, конечно, выросли. Листья зелёные. Они не опадали, эти листья. Всю зиму они. Какое-то вечно зелёное растение. Ну, распускаются почки. И, может, мы увидим. Вот здесь был вход-выход. Тут есть также ступеньки. Там заложенный вход. С этой стороны на втором этаже размещался оркестр или оркестровая студия. Духовой оркестр. Ну, вдоль забора потихонечку прошли и будем сейчас заворачивать вот налево сюда пойдём. Да, в эту сторону расположение артполка, войсковая часть. 60-413. Нет ни одного объекта здесь, в эту сторону. Так, если вот так на угол, там ещё водоём сохранился против пожарного назначения. и оболока, там, где боеприпасы хранились. Покидаем мы эту сторону. Удивительно, даже ветра нет. Вчера такой был сильный ветер. Вот здесь скамейки были. Вот заметил останки скамеек. Курилка, видимо. Останки скамеек. Конечно, курилка. Обычная практика перед входом. Он же выход. Место отдыха. И курилка. Как-то я говорил, место отдыха меня начали поправлять. Какой там отдых? Да вот вход сюда. Тут некоторые тексты, мы их тоже смотрели. Какие-то читаются, какие-то нет. В основном нет. Не читаются. Вот вход сюда. Здесь же вход подвал. И прямо на первый этаж там лесенка будет на второй коркестровой студии. Хорошо, что нам туда не надо. Мы дальше пойдем. Да, кстати, дверь закрыта. Вот она закрыта, эта дверь. А подвал открытый. Ходили мы по подвалу. вышли прямо курилка вот здесь, вот скамейки. Взросло сильно. Очень сильно взрослось. Летом тут не то, что не пройти, не пройти. Да, точно не пройти, но еще ничего и не видно. Вот тут хорошо сюда можно опуститься. Не дай бог. Что-то мы не видели свежих почек, но не есть, все видим. вот текста много, тут и армянский язык, видимо, грузинский. Не владею, не могу читать. Фа не Минск, что ли? Фа не душам Б написано, видно. Тут видим Тбилиси. Вот что такое тут? Сижерск, Ижевск, Ижевск, видимо, ноябрь, 76-78 клады. Вскол хорошо видно вскол. А порядковый номер здания этого объекта 55. Вот он виден. Может, непорядковый. Вот мы куда заглянули. тут Баку написано. Баку Самарканд. Кож не жили кустыной? Может, даже быть кустыной. Там я уже смотрел, там нет ничего. Поближе туда к казармам нет текста. Вот так она тут заросла. Тропинка тут наверно была какая-то состояние заросла. крыша упала. Прохудилась понемножку, понемножку. Вон видно нарушена крыши. А это здание, которое шестое в общем ряду. Шестое здание казармы. И далее там уже ничего нет. Справа стороны. Хотя там можно походить сегодня. Мы туда зайдем, наверное. Там как-то встречал еще даже боеприпасы некоторые. Вот с этого ракурса. забор территории входит состав заповедника. Я в каждом видео если мы здесь бываем, если я не забуду, я говорю. Которые за забором территории, там объектов нет и там нечего охранять. А здесь охраняются территории и объекты. Охраняются не с целью, что кто-нибудь тот что-нибудь не до его утащит. Тащить-то нечего. Чтобы не зашли сюда, не поломали руки-ноги. Чтобы не было несчастных случаев. ответственность будет нести охранная организация фирмы. Вот это здание шестое которое. Вот охраняют пятое здание. Да, вот тут всегда тоже мысли бываем, вспоминаем здесь была сюда вход в подвал и здесь была баня. Небольшая баня. Опять же со слов участников группы Алтыш Лагер подписчики вспоминают канала. Вот здесь вход был. на исходную будем выходить. Здание казармы которое пятое по счету. Мы вот здесь обошли начали обход от входов казармы этой. Зайти можно, да, зайти можно в любое помещение, что мы с вами делали не один раз. солнце ушло. Зато мы видели, что оно было. Было и мы начинали ведя солнечную пору и обошли все. Фу ты, правда как. Зато было. велосипеда. велосипеду завершим. Видео. не не пошел к велосипеду. ветер вот вот один из ходов. Видно, как он зарастает. Летом, увы, не видно. Этот ход поближе к чайной. это следующий. да, увлеклись, мы не пойдем дальше. Тут решетка, это видно оружейная комната была. во всех помещениях объекта мы были. Всегда уже тоже повторяю. И вот с этого ракурса и завершаем. 20, извините, 4 о, солнце появляется. 4 февраля 2023 года. До свидания.